Честный маршрут губернатора Дмитрий Артюхов-Муравленко оценил темпы благоустройства общественных территорий и качество дорожных работ. Врачи призывают своевременно ревакцинироваться от коронавируса и демонстрируют важность этого шага собственным примером. И большая уборка страны. В Муравленко активисты продолжают ликвидировать несанкционированные свалки. Здравствуйте, информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших семи дней. В начале выпуска о главной теме минувшей недели. В рамках своей поездки по городам и поселкам округа на этой неделе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Муравленко. В течение двух дней глава региона побывал на строительных объектах, оценил качество дорожного ремонта. Подробности в следующем сюжете. Визит Дмитрия Артюхова в Муравленко начался с посещения нового здания городского архива. Реконструкция здания бывшего телецентра началась в мае 2019 года. Здесь еще пахнет ремонтом и новой мебелью. В просторном современном здании, оснащенном по последнему слову технике, будет размещен весь архивный фонд с соблюдением необходимых федеральных требований. Губернатора знакомят с хранилищем аудио и видеоматериалов, рассказывают, как ведется реставрация и оцифровка документов, демонстрируют компьютеризированные устройства нового поколения. Сегодня фонд архива насчитывает около 30 тысяч дел. Значительная часть фонда – личные документы горожан. Это что за домовая книга? Это расчеты заработной платы. Видите, требуется реставрация, потому что через какое-то время документы будет выявлено. Какой год? Это вот сейчас мы с вами можем посмотреть даже какой год. 93-й год. Участок, помзона, ИТФ, что-то предприятие. А это городской парк. Превратить его место притяжения для детей и взрослых, сделать пространство комфортным и удобным для отдыха, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Такая задача была поставлена перед специалистами бюро Пиргаева в начале года. Архитекторы сохранили уникальность территории парка, в то же время разработали различные зоны активности. Общая концепция парка родилась от бренда, ставшего узнаваемым и за пределами Ямала. Хэштег «Месторождение 1984». Разработали главную идею проекта, которая звучит как «Месторождение отдыха». Так как большая часть городов Янау была образована благодаря месторождениям. И как месторождения дают городу работу, дают городу возможность формироваться, так парк дает возможность с жителем отдыхать. Архитекторы предусмотрели массу детских игровых площадок, полностью переоборудован пляж. В парке предусмотрено место для обустройства кафе и ярмарочная площадь. Дизайн проект изменил центральную площадь парка. Губернатору детально рассказали о концепции реконструкции. Дмитрий Артюхов отметил, что проект очень хороший и его обязательно поддержат. Строительство пешеходной зоны на улице Дружбы народов идет активными темпами и сегодня работы близится к завершению. Это не просто прогулочная территория, а полноценная зона для отдыха. Функционально аллея разделена на несколько зон. В самом основании площадь для проведения мероприятий. Здесь уже установили складную сцену, мачты освещения, выложили тротуарную плитку. Совсем скоро установят скамейки, а в зеленых зонах засверкают цветовые деревья. Отдельная территория предусмотрена для самых юных жителей города. Это яркая детская игровая площадка карандаши. Мы сейчас подготавливаем основания под установку вот этих игровых комплексов, которые сейчас изготавливаются и в ближайшее время они поступят в город Муравленко. На протяжении всей улицы устанавливаются теплые скамейки, о которых мы мечтали долго. Ну а это ротонда. Еще одна такая точка, точка притяжения, выражения. Здесь можно также тематические какие-то мероприятия проводить. Она будет закрыта, вот навесом. Зона отдыха в микрорайоне Озерный – это уникальный опыт для нашего города. Он интересен не только с точки зрения функционального наполнения, территориального расположения, но и многих проектных решений. Это беговая дорожка, да? Это беговая. Это ела дорожка жителей. Она расстояние практически от половины этого сферы. Это получается 200 метров. Но в дальнейшем мы планируем все дорожки наши соединить в общий комплекс. Для любителей роликов, велосипедов и скейтов в восточной части зоны отдыха рабочие уже смонтировали роллер-дром. А для размеренного отдыха жителей установят качели и скамейки различных форм. Завершат облик аллеи, четыре декоративные арки по периметру и, конечно, озеленение территории. Практически уже завершаются общестроительные работы. Мы переходим уже на зеленые зоны, на устройство зеленых зон. Скоро уже пойдет высадка газона, деревьев. И остается на объекте работы по устройству террасной доски и установки на них качелей парковых с подсветкой. А в районе мечети на финишную прямую вышли работы по благоустройству сквера «Дружбы народов». В новой зоне отдыха уже завершилась укладка тротуарной плитки, высажены ракарии, появились пять скульптур, символизирующих культуру народов Ямала. Внимание посетителей на стройплощадке нового сквера сразу привлекает этот арт-объект внушительных размеров. Его диаметр 15 метров. Внутри установлены скамейки и множество золотистых шаров. Профонда, она у нас будет использоваться для выставок народных промыслов, для проведения каких-то национальных праздников. В принципе, сверх «Дружбы народов» несет в себе такой позитивный смысл и энергию, которая в наше время необходима нам всем. Проекту обустройства территории специалисты подошли комплексно. За основу взяли идею создание в городе места, которое будет символизировать культуру разных народов многонационального Ямала. Это наши скульптуры. У нас жители поддержали идею. Какую их расставить? Мы будем их расставлять у каждой свой подиум и участок. То есть такая аллея, часть культура. И каждая из них символизирует народы, проживающие в городе, на Ямале. Да. Вот, например, колоссия. Олень кого? Олень молодец. Олень молодец. Олень молодец. Орел кавказский. Орел кавказский. Это что за партия? Нижний партия – это народы по Волге. Жители города просили обустроить в этом районе велодорожки. И эти предложения также нашли отражение в проекте с учетом особенного природного ландшафта территории, говорят специалисты. Новое место отдыха логически продолжит уже существующий и полюбившийся многим жителям города сквер Лазурный. Работы подходят тоже к концу. Уже порядка 80% уже выполнены. Вообще строительные работы. Начинается работа по установке малых архитектурных форм. Это вот скульптура, которую вы видите. Ведется работа по расключению светильников, опор оставшихся. И, в принципе, тоже уже выходим на финишную прямую по озеленению. То есть вот заканчиваем верхний слой и начинаем всей игры сон. Качественные и безопасные дороги – один из главных приоритетов муниципальных и окружных властей. За последние годы в Муравленко в дорожном строительстве сделан серьезный прорыв. Сейчас дорожные работы ведутся параллельно в нескольких микрорайонах, в том числе и на улице Школьной. Проезжая часть здесь нуждалась в капитальном ремонте давно. У нас работа, значит, раньше, чем в прошлом году, с первого мая, мы начали работать, планируем, с четвертого до первого дня. Подготовить инфраструктуру у важных соцобъектов необходимо заранее, ведь в следующем году в микрорайоне Молодежный планируют открыть новую школу на 500 мест и детский сад Ладушки на 230 мест. На сегодняшний день большая часть запланированного сделана. Бригады уложили дорожное полотно, плитку на тротуарах, смонтировали водоотводные лотки, установили опоры уличного освещения. В данный момент происходит асфальтирование верхнего слоя, асфальтобетона на основной дороге. В дальнейшем будут асфальтированы примыкания, ну и установка дорожных знаков и дорожная разминка. В принципе, до окончания работы осталось совсем немного. Навести, как говорится, уже основательно все поставить точки над их. Проезжую часть на улице Школьной расширили до 10 метров, благодаря чему движение здесь будет двусторонним. Работы на объекте подходят к завершению, а объем уже выполненного 87%. Еще предстоит установить ограждения и остановочные павильоны, озеленить и благоустроить всю прилегающую к дороге территорию. Эрнест Бавшин, Антон Иванов, Новости Муравленка. В завершении своего визита в наш город губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ответил на вопросы муравленковцев. Встреча с жителями состоялась под открытым небом на площади у Дома культуры Украина. Подробности у Татьяны Козырь. В ходе короткой презентации глава региона озвучил несколько важных для нашего города перспектив и обозначил сроки появления новых социальных объектов. Дети подрастают, надо строить школу, надо строить детские садики. На слайде как раз так получилось, что в новом микрорайоне, где появляются в том числе новые дома, появляется и новый сад, и новая школа. В следующем году, я так понимаю, фотография даже не совсем актуальна. Я сегодня проезжал чуть ситуацию лучше. В следующем году эти два нужных объекта откроют свои двери. В этом году завершится проектирование поликлинического комплекса, а уже в следующем начнется строительство. А на станции переливания крови этой осенью появится аппарат для плазмы. Автобусный парк нашего города пополнит 12 комфортабельных автобусов на газомоторном топливе. Также, по словам губернатора, сейчас идет разработка проекта нового здания детской школы искусств. Тема газификации жилья во время нынешней поездки Дмитрия Артюхова по округу возникает практически на каждой встрече с жителями. В Муравленко многодетная мама сообщила, что семья получила земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Некоторые соседи почти построились. Моя семья многодетная из тех семей, которые получили земельные участки у нас в городе Муравленко под индивидуальное строительство. Как и многие семьи, которые эту землю получили, мы начали строиться. Ну, потихоньку, как возможно, получается. Сейчас на каком этапе? Ну, что, фундамент, первый этаж. Как вы? Ну, в прошлом году поставили забор, хозпостройки, небольшую баню, ну и фундамент под дом уже. Вот. Ну, есть очень много семей там, которые уже дома построили. И вопрос у нас, даже не вопрос, а желание. В этом году мы попросили в администрации, собрали подписи на то, чтобы нам подвели газ к участкам. Губернатор отметил, что задача по газификации населенных пунктов поставлена президентом. В Уютном газ будет уже в следующем году. Сейчас подрядная организация занимается прокладкой газопровода к микрорайону. Еще один вопрос – маршрут Муравленко-аэропорт Ноябрьска и обратно. Если туда маршрутка по просьбе пассажиров еще заезжает, то обратно только на такси или личном транспорте. Для многих муравленковцев это серьезная проблема. Давайте изучим, если поймем количество пассажиров, которые, давайте попробуем. Всегда очень непросто это развивается, потому что предприниматели часто недовольны, им не хватает. То есть, если они будут брать полную плату, то это будет дорого для вас. Тем более первое время. Если нам им субсидировать, вечно спорим, что такое субсидия, такая тоже история. Не всегда мы договариваемся о чем-то. Давайте изучим. Вопросов губернатору муравленковцы задали немало. Просили расширить федеральную трассу до четырех полос, построить в городе побольше велодорожек. Многодетные семьи и молодые мамы благодарили главу региона за поддержку. Завершилась встреча с жителями церемонии и награждения. Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено оператору по добыче нефти и газа Общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Михаилу Лазареву. Благодарю вас искренне за высокую оценку моего труда, за награду. И очень здорово, что вы приняли решение лично на автомобиле проехать по городам, по поселкам, по нашим, посмотреть, как мы живем, чем мы дышим. Большое спасибо вам и успехов вам в работе. Благодарность президента Российской Федерации объявлена машинисту насосной станции Общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Елене Дорофеевой. Медали за гражданскую инициативу удостоен председатель городского совета ветеранов Владимир Недошковский. Благодаря поддержке округа мы в этом году провели эстафету со знаменем победы и со знаменем Ямало-Ненецкого автономного округа. От Салехарда до Сахалина, от Сахалина до Бреста. Почетной грамотой губернатора Ямала отмечен слесарь по ремонту технологических установок Общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Альберт Уразалиев. Благодарность губернатора Ямала объявлена младшей медсестре городской больницы Раисе Домниной. Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. В автономном округе активно строится жилье. К концу года задача, поставленная главой региона Дмитрием Мартюховым, по расселению миллиона квадратных метров ветхого жилья будет выполнена на треть. С начала текущего года в городах и поселках округа построено 18 многоквартирных домов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Основной объем вводимого жилья предназначен для расселения ветхих и аварийных домов. В текущем году планируется расселить около трех тысяч ямайских семей. Только Муравленко на сегодняшний день нуждается в переселении жильцы 128 деревянных жилых домов, признанных аварийными. Расселение ветхого жилья – один из главных приоритетов губернатора Дмитрия Артюхова. Программа по расселению миллиона, очень амбициозная программа, кратно больше, как вы знаете, чем тот целевой показатель, который следует из нормы закона. Мы взяли планку гораздо выше. Но и понятно, что даже при выполнении этой очень важной и сложной задачи, все равно у нас еще останется ветхий фонд. Поэтому мы начнем новый цикл, новый, это будет за 2024 годом. Сегодня ведется его подготовка. Задача номер один, конечно, выполнить уже взятые обязательства, но очевидно, что на этом все не закончится. Большинство квартир во всех новостройках предназначено для жителей аварийного жилфонда. Это отвечает и задачам нацпроекта «Жилье и городская среда». Для обеспечения этой задачи в округе значительно выросли темпы жилищного строительства. В 2019 году построено 145 тысяч квадратных метров жилья, в 2020 – 167 тысяч новых квадратов. В планах на текущий год порядка 170 тысяч квадратных метров в новостройках. При этом застройка в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Артюхова ведется комплексно. Во дворах и на прилегающих территориях обустраиваются парковки, в шаговой доступности от нового жилья возводятся социальные объекты. Благоустройство дворовых и общественных территорий дополняет комфортное окружающее пространство. На этой неделе по поручению президента правительство продлило льготную семейную ипотеку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кадмина. Выдача новых кредитов должна была завершиться 1 марта 2023 года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года, сообщил премьер. Более того, по решению главы государства, воспользоваться ипотекой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Проление срока и финансирование ипотеки позволят помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги. Также на заседании правительства рассмотрели изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей, во время учебы в вузах и техникумах действуют различные льготы и преференции. По сути, они находятся на полном государственном обеспечении. Подобные меры поддержки решено распространить и на школьников. Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни. Все условия для работы журналистов, подготовки контента и оперативной передачи материалов в любую точку региона созданы на медиаплощадке, которая уже начала работу в Салихарде. Присоединиться к пресс-конференции и брифингу по видеосвязи сотрудники СМИ смогут даже из самых отдаленных поселков региона. Такую слаженную работу площадки организовали Общественная палата Ямала, Совет журналистов и региональный избирком. Выборный процесс будут комментировать спикеры, причем регулярно. Впервые к работе будут допущены блогерские платформы и независимые авторы. Главная задача в том, чтобы избиратели получали полную оперативную и достоверную информацию без интерпретаций и домыслов. Мы настроены максимально на сотрудничество и открыты к сотрудничеству с любыми грамотными и конструктивными силами. Мы участвуем в том, чтобы легитимизировать процесс, показать, что он открытый, честный и понятный. Вот это наша основная задача. Также на Ямале уже отпечатали избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы. 21 августа их планируется передать в окружной избирком. Сами бюллетени имеют три степени защиты от подделок. 4% от общего числа избирательных документов будут адаптированы под урны с электронным считыванием. Тангерная сетка имеет определенный рисунок, который не типографским способом трудно воспроизвести. Поэтому это определенная степень защиты имеется. Кроме того, как я уже говорил, цвет на принтере аналогичный типографскому подобрать очень тяжело. В территориальную избирательную комиссию Муравленко уже поступили бланки бюллетеней по выборам депутатов Тюменской областной думы. На сегодняшний день в территориальную избирательную комиссию поступили бюллетени по выборам депутатов Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу и по единому избирательному округу. Почти 48 тысяч штук. Демографским способом они защищены тангерной сеткой и дополнительно будет нанесена защита в виде подписи двух членов участковой избирательной комиссии и печати участковой избирательной комиссии. Больше тысячи устройств на Ямале интегрированы в единую систему видеонаблюдения под эгидой регионального проекта «Безопасный город». Камеры не только показывают картинку в реальном времени, но и сохраняют записи на 30 суток. Благодаря видеоаналитике система может распознавать лица людей и номера автомобилей, что помогает в раскрытии преступлений. Доступ к порталу, куда стекается информация со всех камер, есть у полиции и МЧС. В центре обработки данных установлена система «Нэтриск», которая, соответственно, предоставляет доступ всем заинтересованным службам и ведомствам, обеспечивающим охрану общественного правопорядка. То есть мы решили вопрос централизации данных. Теперь нет необходимости сотруднику полиции обращаться в какую-то управляющую компанию, в ЕДДС или в какой-то там объект отдельно стоящий. Все необходимые данные они могут получать из этой единой системы видеонаблюдения. По данным сотрудников правоохранительных органов с начала года, записи камер стали ключом к раскрытию двух преступлений и помогли предотвратить пять административных правонарушений. Еще устройства помогают противодействовать распространению наркотиков и обеспечивать безопасность дорожного движения. Все камеры являются новыми цифровыми устройствами, отвечающими всем требованиям, то есть HD-качество, ну все, что необходимо для того, чтобы сотрудники полиции либо органов могли работать с видеоизображением, с видеопотоком в лучшем качестве и распознавать лица и номера, то, что вам продемонстрировали сейчас, и без каких-то проблем можно было все распознать и увидеть. К единой системе подключены 1100 камер. К концу года видеосеть планируют увеличить еще на 700 единиц. У каждой оперативной службы есть свой ключ доступа. Любой вход и выход в программу автоматически фиксируется, что позволяет предупредить утечку данных. Муравленковцы, завершившие полный курс вакцинации более полугода назад, начали проходить повторную вакцинацию против COVID-19. Это позволяет максимально подготовить иммунную систему к встрече с новым опасным штаммом коронавируса, обладающим большей способностью к заражению, рассказывает Наталья Матюшкина. В первую очередь прививку ставят представителям групп риска, чья профессиональная деятельность связана с повышенной опасностью инфицирования. Чаще всего под удар попадают работники здравоохранения, образования, социальной сферы и правоохранительных органов. Кроме того, к группе риска относятся определенные категории лиц, которые страдают с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, бронхиальной астмой, с поражением сердечно-сосудистой системы, легочной системы. Это те лица, которые относятся к группе риска и подлежат в первую очередь вакцинации против коронавируса. Медики рекомендуют повторить введение препаратов всем, у кого с первого дня первой прививки прошло более шести месяцев. После в условиях эпидемиологического спокойствия проходить процедуру можно будет раз в год, уточняют специалисты. На пике третьей волны в условиях такого эпидемиологического пожара, подъема заболеваемости, нам крайне важно сохранять иммунитет напряженным. То есть иметь высокие титры антител против коронавируса. Сегодня уже известно, что этот вирус мутирует. Известно уже несколько штаммов. И от раза к разу в связи с мутацией вирус становится более агрессивным. Часто летальные исходы, осложнения. На сегодня у нас ревакцинировано свыше 30 человек. Основная группа – это, конечно, мы медики. В настоящее время в России зарегистрированы 4 вакцины. Все они подходят как для первичной вакцинации, так и для повторной. Сейчас муравленковцам предлагают на выбор два препарата. Ревакцинация проводится препаратами «Гамка Витвак» и «Спутник Лайт», которые у нас сейчас в наличии есть. «Гамка Витвак» по-другому «Спутник Ви» и его облегченная версия, состоящая из одного компонента, разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Обе вакцины векторные, созданы на основе аденовируса. Противопоказаний к процедуре немного, говорят специалисты. В их числе наличие аллергических реакций и обострение хронических болезней. Пациентам в любом случае перед прививкой следует обратиться к своему лечащему врачу. Мы не вакцинируем определенными вакцинами – это кормящих мам. На сегодня есть даже показания к вакцинации беременных женщин. Почему? Потому как беременные болеют, и дети болеют коронавирусной инфекцией. Поэтому во второй половине беременности мы можем вакцинировать от коронавируса. С начала иммунизации от коронавируса полный курс прошли более 8 тысяч жителей города. Получить вакцину можно, как и прежде, в прививочном кабинете взрослой поликлиники и в спорткомплексе «Муравленко». Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. В России осенью внедрят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Среди всех, кто поставил прививку, проведут лотерею. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Призы будут разыгрывать на сайте лотереи «бонусзаздоровье.рф». Результаты появятся на этом же ресурсе и будут опубликованы в средствах массовой информации. Лотерея пройдет методом случайной выборки. Компьютер дважды выявит победителей. Тысяча человек получит по 100 тысяч рублей. Деньги выплатят счастливчикам в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша. В этом году специалисты профильных управлений, администрации города и экоактивисты вывезли из близлежащих лесов и промзоны Муравленка почти полторы тысячи кубометров мусора. Ликвидировать все несанкционированные свалки в границах городов – одна из ключевых задач национального проекта «Экология». Экологические экспедиции и акции проходят по всему Ямалу. Тему продолжит Алена Гафарова. Вопросы очистки арктических территорий от мусора обсуждали в Салихарде в ходе встречи с волонтерами, которые регулярно участвуют в экспедициях по уборке Арктики. Участникам дискуссии рассказали о последних акциях волонтеров проекта «Чистая Арктика» на остров Вилькицкого и поселок Харасавей. В Харасавей арктические добровольцы собрали 43 кубических метра горючих отходов и более 20 тонн металлолома. Волонтеры заявляют, что готовы работать в сложных условиях на арктических территориях, но для более продуктивных результатов необходима инфраструктура. В стране сегодня реализуется нацпроект «Экология». Проводится комплекс необходимых мер, в том числе по созданию инфраструктуры, по переработке отходов. Но хочу отметить важность волонтерской деятельности. Это мощнейшее направление с точки зрения экологического воспитания. Очень важно, что люди разных возрастов добровольно участвуют в этих движениях. По сути, это единение страны по эко-тематике, отметил полпредпрезидента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Дмитрий Кобылкин отметил, что мусорное наследие советской эпохи нам придется убирать не одну пятилетку. С этого года в рамках проекта «Чистая Арктика» формируются волонтерские экспедиции, включается бизнес и власти регионов. При этом добровольцы для арктических экспедиций проходят тщательный отбор и подготовку. Записаться в волонтеры Арктики можно на сайте чистаяарктика.рф. Ямалу, наверное, больше немножко достал северным территориям, потому что мы ограничим Карское море, Северный Ледовитый океан, и в период развития нефтегазовой индустрии в СССР тогда, конечно, в огромное количество было завезено техники, химреагентов, топливо в бочках. Очень много было выброшено от этого всего, то, что надо убирать сегодня. Вопросы экологии находятся в фокусе внимания и в Муравленко. Стихийные свалки мусора в близлежащих лесах и на территории промышленной зоны города – это проблема, которую местные власти решают не первый год. Каждую субботу сотрудники управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства очищают леса от мусора. Окончательный итог мы еще не подбивали, но точно знаем, что где-то приближаемся уже к полутора тысячам кубов. Вывозим машинами, считаем машинами, и где-то каждый выход наш, обычно мы выходим по субботам, вывозим где-то порядка 10, а то и 12-13 машин за рабочий день. Будем убирать еще до конца сезона, до наступления зимнего периода, пока позволит погода, будем продолжать эти работы. В борьбе с мусором не остаются в стороне неравнодушные жители, работники учреждений и предприятий города. Большой вклад вносят активисты проекта «Будущее Арктики». Только за этот сезон команда эковолонтеров выходила на уборку 10 раз и вывезла почти 500 кубометров мусора. И это, конечно, не предел, говорят добровольцы. Работы продолжатся до начала морозов. Каждые выходные в уборках несанкционированных свалок задействована техника. Ее предоставляет компания «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз», «МОПМКС», «ООЛИ», «Нарвотум» и индивидуальные предприниматели «Муравленко». Казалось бы, работая такими ударными темпами, свалок должно становиться меньше, но пока одни жители борются с мусором, другие вновь и вновь создают новые свалки. Есть такие места, где мы убирали два года назад. В этом году мы туда вышли снова. Пусть не в таком объеме, но все равно мусор есть. Места около озера, вот в прошлый выходной выходили около сопки, убирали два озера там. Люди приезжают на пикники и за собой не убирают. Такие факты тоже есть. Специалисты управления ЖКХ в очередной раз напоминают жителям города, что утилизировать мусор можно законно и без вреда для экологии. Специальная площадка для сбора твердых коммунальных отходов действует на промзоне панель номер 12. Заехать к ней можно со стороны улицы украинских строителей. Здесь же можно сдать макулатуру и пластик, а старым покрышкам можно дать вторую жизнь, сдав их в цех по переработке резинотехнических изделий. Он находится в здании бывшего кафе «Галактика». Многих ямальцев сегодня действительно волнует вопрос сортировки мусора. Накануне на встрече с населением в Губкинском одна из жительниц обратилась к главе региона с предложением установить контейнеры для раздельного сбора отходов. Губернатор рассказал, что между Губкинским и Муравленком будет возведен мусоросортировочный центр. Его проект уже готов. Когда появится уже там раздельная сортировка, можно будет и здесь, в наших городах, во дворах, вводить отдельные контейнеры и эту культуру продолжать. Это произойдет буквально в ближайшие годы. Алена Гафарова, Антон Иванов. Новости Муравленко. Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше новостей на нашем сайте. Муравленко24.ру